здравствуйте друзья мы со светланой возвращаемся с побережья тихоокеанского кремниевую долину тут может быть еще полчаса езды у нас свет давай может быть ты скажи вот свои колокольни ты как человек который постоянно наблюдает процесс перемены жизни разными людьми но ты непосредственно не непосредственно как мы в школе каждый день а так немножко со стороны где-то в истории где-то ты знаешь там тоже много народу вот с твоей точки зрения если человек смотрит на это все и не думает а у меня получится вот что такое должно быть в человеке чтобы у него получилось потом поменять профессию там скажем на того же там тестеры ну ты скажи это все разные да и конечно мне не хочется уходить терминологию приняты или не принят психологическую или куда-то на бытовом уровне я бы сказал так что по большому счету да это очень так как бы приблизительно в основном люди есть такие который более подвижно и которые медиely подвижная то есть которые более подвижно ничего не стоит там сорваться с дивана побежать и что-то сделать ради какой-то цели непросто так а те которые они подвижны не будут лежать на диване только мечтать об этой цели в низо что всего на них двинутся это по большому счету две такие больших в полярную там между ними же есть какие-то пробежки конечно да да конечно Но возможно же про каждого человека в отдельности говорить Так вот, если человек чувствует в себе легкость Что он может встать диваной ради цели Начать что-то делать Потому что только делание является результатом Мы все обломовы в какой-то мере Любим лежать и мечтать И уже настолько можем хорошо уйти в свои мечты Что как будто уже чувствуем, что это уже само сделалось И уже чувствуем, что мы уже там, где мы хотим быть Но это не так А оказывается нужно пойти и сделать всю грязную работу Довольно-таки тяжелую и неприятную И тот, кто в состоянии эту работу проделать Тот здесь адаптируется легко Потому что он самое трудное уже в общем прошел То есть, например, человек может иметь, как казалось бы, все карты на руках То есть у него техническое образование Он вообще соображает хорошо Он усидчивый Он может вот сидеть и работать и походить И так все это, детали у него не уйдут от внимания То есть казалось бы, совершенно идеальный расклад Но вот он же и не может встать со стула Или скажем так Ему трудно начать что-то делать Ему трудно начать что-то делать И самое главное Дело в том, что, конечно, в то время, когда мы уезжали 25 лет назад Когда не было ни интернета, ничего Мы ехали в значительной мере в неизвестность И было непонятно, чем тут заниматься И вообще, что это за сторона и так далее То есть было очень много вопросов На которые мы не могли, естественным образом, найти ответы Но было какое-то ощущение, что вопросов много Страшно, ужасно, но надо делать Потому что невозможно не делать Обратного хода нет? Обратного хода нет И невозможно не делать То есть само осознание того, что если я сейчас чего-то не сделаю То будет уже так страшно и так плохо Оно заставляет человека шевелиться И что-то предпринимать, какие-то усилия А были люди среди наших знакомых Которые так никогда не поднялись, не уехали Адаптировались и сказали Ну что же, ну и тут можно жить, в конце концов Да, они сейчас говорят Ну если можно жить, так и живи, если можно Если ты считаешь, что невозможно Это ты про эмиграцию в целом? Я про эмиграцию в целом Но дело все в том, что это очень связанные вещи Конечно, эмиграция в целом морально, эмоционально Очень тяжелый шаг Стрессовый, да Стрессовый очень Хотя сегодня это намного меньше стресс, чем был 25 лет тому назад Но тем не менее, это все равно стресс Люди не знают, как они сумеют адаптироваться Как они впадут с языком и так далее Но если для них возможность уехать и сделать что-то для этого существует А не остаться там То они здесь адаптируются Потому что дорогу осилит идущий Вот так вот спустя 25 лет, я скажу так Если ты хочешь что-то сделать, то ты сделаешь Если очень сильно хочешь А если ты считаешь, что ну нет, оно не стоит того Вроде у меня здесь все хорошо И родственники, и родители И привязанности, и друзья, и работы И так далее Ну ничего не получится Оно само не падает с него Ну хорошо, то есть мы как-то ушли от вопроса Вот там перекопки в тестера К вопросу вообще Если ты в принципе в своей жизни ничего делать не хочешь То в принципе у тебя ничего не получится Абсолютно И посмотрите на свою прошлую жизнь А я приведу пример очень интересный Давай На самом деле, когда я маленькая была, да, ребенком Я начинала очень много дел каких-то И не очень не заканчивала И это, наверное, свойственно всем детям Знакомо, очень знакомо И когда я уже заканчивала институт Да, я понял, о чем ты говоришь Я вдруг посмотрела на свою жизнь И подумала, бог мой Да я вот что-то берусь и что-то И так мне хочется это сделать И вот начинаю, начинаю И потом в какой-то момент Оно мне станет все неинтересно И я это бросаю И мне стало страшно в этот момент И я подумала А вообще я в состоянии То есть я сама себе создала такой вопрос Я вообще в состоянии что-то сделать От начала до конца Даже тогда, когда у меня интерес пропадает Я могу это сделать Или я даже в потенциале не могу это сделать Вот я себя спросила Задала себе такой вопрос И речь шла о том, чтобы И даже не важно, о чем речь шла Речь шла о довольно-таки монотонной работе Результат которой, да Если я ее выполню до конца Позволила бы мне принять такое решение Вот я сама себе задала такой тест И эта работа заняла у меня месяца два или три жизни То есть ты мою кофту вязала Ну не важно, что я делала Важно, что послужило причиной и результатом Она крючком вязала Ну я не говорю, не важно Не надо, это детали, которые уводят только Так, хорошо То есть суть в том, что я сама себе задала вопрос Смогу ли я в этой жизни вообще Любое начатое дело Хоть какое-нибудь Не любое, а хоть какое-нибудь Довести до конца И я себе задала то, что если я это вот делал Которое я начинаю, это веду до конца Значит я любое другое-то веду И ты уперлась? Я уперлась и я сделала И после этого мне стало легче жить Я тогда вдруг поняла, да, что, господи, так если я что захочу, так я сделаю И дальше было все намного проще То есть как-то я по жизни уже стала ставить себе какие-то задачи И я их практически всегда решала То есть не было более того Ко мне пришло какое-то осознание того, что просто все, что я захочу, я сделаю Это уже более сильное ощущение И на самом деле очень классное То есть абсолютно все, что я захочу сделать, я сделаю А потому что у людей не уверены в себе Они думают, ну как я поеду, а как я буду А буду я тестером, или я буду почту разносить Или я буду ухаживать за больными и так далее Если ты хочешь быть тестером, то ты будешь им Если ты хочешь за больными ухаживать, то ты тоже будешь им Просто нужно поставить себе адекватные цели и все Ну, теория этого дела говорит, что всякая цель, которую ты можешь визуализировать Вот это, что ты можешь представить, ты можешь этого добиться То есть вот тест на достигаемость Это тест, видишь ли ты себя там Если ты себя там видишь, ты можешь этого добиться Ну, это с одной стороны С другой стороны, очень много неопределенности Потом, как бы, сама природа, да, сама среда Она тебе в этом помогает Складываются вдруг такие То есть, ну вот у меня, например, да Когда я уже начинала работать тестером Я думала, эх, вот если бы мне удалось поработать в Майкрософте Что было тогда нереально Потому что не было его отделения у нас в Эре А ехать в Светл я не собиралась Вот если бы мне удалось там поработать То я бы считала, что моя карьера состоялась Все, привет И это вот был ключевой момент Состоялась, да То есть, некоторый законченный этап жизни И складываются обстоятельства Я попадаю в компанию, которая уже принадлежит Майкрософту Жизнь сама подсказывает Она сама Получаются невероятные результаты То есть, можно было лбом ломиться Поехать в Сиэтл и пытаться попасть в Майкрософт Но жизнь сама показала гораздо более простой путь Ты знаешь, вот я хочу сказать Что, задумываясь о твоем пути Я видел такое количество гораздо более крутых хохмачек Чем вот это вот с Майкрософтом Которая одна из... Тебя получались, когда все говорили Это невозможно, и оно получалось Да, да, да Ну, как-то, ну, у меня, может быть, интуиция где-то срабатывала Что нужно делать именно так А не по-другому и тогда получится Но сама жизнь мне давала решение Сама жизнь мне давала решение То есть, были, как бы, ситуации, в которых я думала Эх, хорошо бы, да, чтобы, например, вот этот человек оказался здесь То есть, Света, давай так Начинаешь ты ездить, да, дождик сильный То есть, ты говоришь так, отвечая на вопрос о том Если я думаю, могу ли я освоить там перемену профессии Спроси себя, вообще ты способен что-то менять в жизни Так получается? Ну, давай-то, скажем так Мы пытались в свое время, давным-давно Один-единственный раз были в Москве Открыть там школу тестеров Да 13-14 лет назад Да, и это была совершенно неправильная затея Почему? Ну, отвечу Потому что к нам приходили люди Которые совершенно не были мотивированы В Москве? Да, они приходили Ну, дай-ка я погляжу, может, там чего обломится И люди уже в возрасте, не выпускники колледжа Это были люди 40-40 лет Разные были Вот Они были абсолютно не мотивированы У них ничего не вышло Это все идея умерла Я там проинтурировал сколько-то людей Которые типа пришли учиться Но, в общем, это была грустная картина Да Другое дело в эмиграции, да Как бы жизнь ставит человека в экстремальные условия И у него идет вопрос о выживании просто То есть, либо он будет, не знаю, квартиру убирать Ну, условно говоря, да Либо он получит нормальную профессию И будет инженером И будет находиться среди других нормальных людей Либо он сосет лапу, либо сосет шоколадную конфету Ну, что-то... Да Ну, хорошо Вот, и получается, что... Там себя проверять Но можно сделать и там первый шаг, да Если вы, допустим, там не устроены И думаете, а могу ли я быть вот именно тестером конкретно Не будет ли мне противно То можно и там попробовать, да Как годится ли вам эта профессия Потому что здесь совершенно особая среда Это люди, как правило, которые... Тестеры, у них нет потребности особой В коммуникации с другими людьми И они любят больше сидеть за компьютером Потому что эта работа не предполагает большого общения с другими людьми Ты знаешь, Федик, сегодня это так меняется резко? Нет, нет, еще раз Ты должен общаться с программистами И выяснять, потому что сегодня нет никаких спецификаций Сегодня решается все на ходу Да Но все равно это решается на уровне очень коротеньких разговоров А не действительно communication, скажем, как salesperson Нет, это не сейлс, а не маркетинг В основном ты все-таки один на один с компьютером То есть это должен быть тип людей, которому эта работа приятна Один на один с компьютером ставится выше, чем один на один с человеком Да, там есть человек, компьютер С другой стороны, вот если ты посмотрим на Наташу, вот, да Который из Лорида к нам сейчас приехал Она такая people person Она salesperson фактически Она и в баре там работала, она и там шею продавала Я тебе скажу другое Здесь другая история Здесь абсолютно другая история Если человек обладает профессией и обладает еще communication skills и хорошим языком Он зайдет в менеджмент Это совершенно другая история Это то, что я хотел сказать Да, это абсолютно другая история Мы говорим сейчас просто про рядовую ситуацию Если у Наташи хороший язык И все, она пойдет только так, как нечего делать Если человек, бывают замкнутые люди Которым легче, например, день провести за экраном монитора Чем целый день в разговоре с другими людьми И ни за кого не отвечают, только за себя Да, отвечают за себя И ни за кого не отвечают Поэтому это совершенно разные вещи Но попробовать, конечно, профессию можно и находясь в России Слава Богу, сейчас уже тестеры появились по всему миру На ее тесте можно себя попробовать Нравится или не нравится на уровне Потому что, а вдруг не пойдет А вдруг мне не нравится сидеть целый день и делать это Да Ну что же, хорошо То есть мы на самом деле начали с такой маленькой задачки А перешли на критерии успешного поведения Как бы в целом И получается, что в значительной степени Это заложено в нас генетически Или, может быть, воспитанием С детства То есть мы, как бы сказать Предопределены, что ли В некотором смысле, да? Получается, что если человек не шустрый Так он не шустрый Он не станет шустрым Может быть, внешние обстоятельства Заставят его шустрить в какой-то момент Когда совсем уж плохо Дело в том, что вот в те годы, когда мы уезжали Была повальная эмиграция И ехали все и вся И, наверное, даже самые не шустрые У них были оказались, может быть, более шустрые семьи И мы знаем очень много Люди очень тяжело входили в новую жизнь Потому что просто сама скорость адаптации Обычным очень быстрением Страшно подождет Это была не эмиграция, а как бы исход такой Да И эта эмиграция привезла сюда очень много людей Совершенно разных типов Не те, которые должны были пойти В индивидуальном порядке Что такое сделать Сделали медленный скорость Мы медленный, только 50 лет Привела людей сюда И они очень тяжело вживались Потому что они не привыкли к таким нагрузкам А на самом деле, что такое стресс Психологический стресс Он же должен найти где-то выход свой, правильно? Значит, он в первую очередь Он находит выход в семье Где легче всего расслабиться Срывается на людей Да, и сорваться И мы знаем очень много браков Которые не выдерживали крепости отношений И разваливались В силу того, что люди оказались неподготовлены К этим стрессам К тому, чтобы их перенести более спокойно Поэтому это все надо учитывать Это все надо учитывать И надо понимать И не все выдерживают Ну слушай, насколько мы видели совершенно героических людей Ты помнишь, у нас Светлана из Ванкувера Потом они стали друзьями нашими У нее было трое детей Младшему ребенку было, я боюсь, собрать Два года Четыре года, четыре, да Четыре в тот момент И она приехала сюда одна И она тут была и училась несколько месяцев Она была врачом Венерованом она была Из Евпатории И вот она училась несколько месяцев Потом она практику проходила Прямо вот на удачу ей попалась компания Она называлась Molecular Dynamics Там делали такой электронный микроскоп Который прямо клетку рассматривал И все это выводилось на экран монитора И нужны были люди, которые имеют большой опыт Как бы в смотрении в микроскоп На разные клетки А у нас вот венеролог, пожалуйста И вот она там еще практику проходила И потом Как ей тяжело было, боже мой Ну и тем не менее она уже 20 лет работает Да, почти Скоро 20, да 20 лет уже в профессии Нормально все Еще раз Адаптивность Адаптивность Это как бы вот синоним слова То, что мы говорили Шустрость, да? Да Но не совсем Это некоторое врожденное качество Либо оно есть у человека Либо его нету Поэтому тот, кто не считает себя адаптивным Надо проверить себя на месте Прежде чем срываться Такое далекое путешествие Ты мне напомнила вот эту шутку Старую КВНовскую шутку Там, как быть Если любишь себя Но не знаешь Пользуешься ли взаимностью Да, надо проверить Надо проверить свои чувства Разлукой Да, вот тут Тут тоже так Нет, нет рецептов Правда? Нет готового рецепта Который так вот Как врач Вот там выписал Не глядя Пациенту Там, кто фамилию Писал И иди в аптеку Там, углотай Да, да У нас есть друзья Которые совершенно неадаптивные А другие члены семьи Очень хотели уехать И эти друзья просто рыдали Вообще рыдали И плакали Боясь того, что их ожидает Что они не смогут Не состояться И все такое прочее Но тем не менее Мы учились Состояли С большим скрипом Проходили интервью Каждый раз Идя на интервью Это было В общем тяжелое Есть люди, которые 20 лет тут живут И каждый раз Мысль о том, что надо Пойти на интервью Для них такой стресс Вообще Да, да, да Но еще раз У нас есть Крупные компании Конечно, те, которые Работают в более Маленьких компаниях Они более подвижные Мобильные Потому что эти компании Могут закрыться Слиться Перекупиться И так далее А есть большие компании И в этих компаниях Могут люди сидеть долго Но Тут есть и оборотная сторона медали Вроде ты сидишь 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 А потом уже ближе к пенсии Тебя бах И закратили Просто вторая смена Да И оказалось Что у тебя Тех навыков С которыми можно Легко перестроиться То и нет И вот это плохо То есть Вот в нашей среде Это, конечно Желательно Да Опять Это мой личный опыт Не могу обобщать Это все Но получается Как бы Что более выгодно Работать на коротких Проектов В разных компаниях И получать более широкий Кругозор Чем въедливо Углубляться в один проект И доходить до нюансов И эти нюансы Непереносимые другие проекты Да Интересно получается То есть Вот здесь нет ответа практически В каком быте Ну да Ну просто человек Который Сказал Хотел бы сказать Вот я же почему Тебя спросил Потому что люди же Вопросы задают Так она просто в чем А вопрос то Вот как понятие У меня получится Не боюсь Проверить себя Проверить Сделать Проверить свои чувства Разлука Да Проверить себя А могу ли я вообще Что Вопрос первый Могу ли я вообще Что-то Что-либо Добиться Чего-либо В своей жизни Да Нужно поставить себе Не очень большую задачу И постараться Даже если она не очень Интересно Вы получите до конца Сказать Окей Это первый Из принципа Вот это я добился Значит я уже могу Уже критерия Один галочка Поставлена То есть если я хочу Значит я могу Теперь второй вопрос Если речь идет Именно о тест А могу ли я работать Тестером Пойти на ютюб Ютюбе тест Пойти Почему на ютюб Можно лекции послушать Да Послушать лекции Посмотреть Годится Не годится То есть Понимаешь Что в принципе Я могу Дальше Надо понять А хочу ли я И вот это хочу Надо определить На самом деле Мое не мое Пока не попробуешь Не поймешь А дальше Если есть могу И хочу Ну так все Уже есть на месте Пожалуйста Мы ответили на все Ну хорошо Раз мы на все Ответили Тогда мы Прощаемся С нашими зрителями Тем более Что мы уже Прибыли На плоскую Территорию В такую Кремниевая долина В ее южной части И Желаем всем Кто не определился Определиться Кто себя Не познал Познать Вот И всем остальным Тоже Всего хорошего Счастливого